всем привет хочу показать пару новых работ ну и старых в том числе я постоянно дорабатываю свои модели и вот вашему вниманию хочу показать последнюю как бы доработку скажем так или окончательный вариант эндурой от фирмы spider это у нас 3d вот можно заметить сразу что здесь клипсы с одной стороны сейчас я буду производить только так все остальные стороны только по заказу клиентов вот все это дело выглядит у нас так вот бэкспейсеры также можно будет выбирать чуть сближены покажу сейчас здесь стоит бэкспейсера ручной работы скажем так это и вручную делал но в основном я делаю тоже на станках вот но осталось пару и ручных вот так вот все это дело выглядит сближены это дело выглядит разобранном состоянии здесь у нас про . пода клипсу и можно обратить внимание сближены как она сидит здесь принципе ничего не мешает не выпирает никаких даже видимых пропильчику нету так вот все это дело сделано так с но с эндурой наверно все стали у меня здесь супер блю из-за этого там где нет ламината она темнее окисляется и выглядит все это дело не очень красиво но зато это супер блю и следующая работа на двусцветовых решениях скажем так это у нас уже zero tolerance 560 модель также накладки подход на 561 вот это у нас уже 3d опять сохранила все заводские как на оригинале места под клипсу я не решил скорее всего таки буду оставлять потому что в принципе заказчики некоторые мне как раз таки просят что была сохранена доказать заводская преемственность вот именно вот этот момент то что выпирает людям нравится из-за этого я наверно сделаюсь это делаю вот так вот я оставлю и если логотип будет больше вот так вот все это дело выглядит сближены накладки моего производства такой же толщины как и оригинальные покручу а потом при приставлю вот они гладкие без текстуры на заводских накладках есть у нас текстура вот но от этого они не стали такими сильно скользким потому что у меня сохранена небольшая насечка микро насечка они в то же время гладки но как бы и цепляет вот и грязь ничего забиваться не будет я всегда учитываю своих работах своих рисунках практический практическую сторону эксплуатации практическую сторону ножа чтобы это было как бы я могу сделать какую-нибудь глубокую гравировку и в итоге вы его будете пользоваться и потом часами отмывать и выковыривать крест из-за этого я стараюсь все свои изделия делать максимально практичными чтобы можно было пользоваться и максимум водой может легкой щеточкой потереть и отмыть вот и вторая у нас карбон ну карбон мы сейчас посмотрим накинув на нож потому что на ноже все таки это дело будет смотреться намного красивее 5 секунд на разборку Кому неохота смотреть разборку может перемотнуть вперед Zero Tolerance разбирается очень легко единственная неприятность это когда вылетает вот этот шпенечек могли бы как-нибудь типа зафиксировать его посильнее и посерьезнее это да и и и и и и и и В перчатках разбирать, собирать ножи чуть сложнее, чем без перчаток. Из-за этого все это дело чуть-чуть получается дольше, чем я это делаю обычно. Но можно смотреть, наблюдать, как это все дело быстро собирается, перекидывается. Так что те, кто этого никогда не делал, уже могут, в принципе, увидеть, понять и узнать, что это как надо делать. Ну, карбон это моя первая работа с карбоном. До этого руки не доходили поэкспериментировать. Теперь, скорее всего, я возьму на вооружение обработку карбона. По ощущениям, конечно, очень приятный материал. Вот он очень гладкий. Вот, но сейчас я покажу вам. Макро очень красивый. Вот, я специально снимаю у окна, чтобы солнце падало на карбон. Подгонка, опять-таки, здесь такая максимальная. Все работает замечательно. Чуть-чуть сближены. Сделана подпальцевая выемка, очень такая, а не глубокая, которая, во-первых, дает более такой интересный вид ножу. Вот. И, во-вторых, она чуть-чуть, но все-таки облегчает открывание. Можно было и оставить, не делать. Оставить как на заводской, но, мне кажется, смотрится интереснее с подпальцевой такой проточкой. Также клипса ставится на все четыре стороны. Дырки не напрягают. Ощущение качества такого фабричного производства присутствует. По ощущениям, конечно, материал очень гладкий, очень приятный. Но в то же время здесь будет видно на макро такая микро-насечка. Не знаю, будет видно, не будет. Вот. Микро-насечка в руках накладки гладкие, но не уверен, конечно, но, может быть, и будет цеплять немножко. Если она не будет цеплять, надеюсь, вот эта текстура будет цеплять, и удержание будет в руках. Серьезно. Но если это не поможет, то вот этот вот гарда, по-моему, называется. Плюс эти грубейшие насечки или дерзейшие насечки не дадут выскользнуть ножу. Ну, нож стал, конечно, солидным. Очень красивым. Вот такой вот ножарикс. Одни я однозначно оставляю себе, потому что карбон, он очень благородный, очень солидный, крутой материал. И с карбоном нож смотрится абсолютно по-другому. Это уже не зря фирма использует карбон для лимитовых каких-то своих серий. Вот. Так что вот такие вот не сгольга работы. Поставим все это дело вот так. Ну, типа типа утопод. Спасибо за просмотр. Кто не подписан, подписывайтесь. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...